Дима сидит в манеже. Всем привет! С вами канал Артмания. Я так и Наталья. Да, Дима у нас в манеже сидит. Играет. Сейчас придет слесарь. Делать батарею нам будет. Мама обложила его игрушками. Сейчас покажу как там. Там уже отопление отключили. О, что-то торопится у сына. Часы будут делать. Все игрушки сдвинули сюда и ждем. Уже должны прийти. А тут какая игрушка новая у Димы. У Димы новая игрушка. Собака. Да, Дима? Какая этикеточка. Как нам нравятся этикетки, да? Сына. Сына. Сейчас ты ее оторвешь, да? Как интересно, да? Они так не идут. Уже бы пришли. И все. Сейчас кого-нибудь дома не окажется. Каша. Собака. Собака у нас тоже кака. Каша у нас тоже кака. И даже какашка тоже кака. Вот и думаю, о чем говорит ребенок на данный момент. Носок держишь ты. Носок и собака, да? Ой, собаке хвостик какой маленький. Да, но этикетка интереснее. А нет, что там еще? Веревочка. Ай, как ты любишь веревочки. Зима. Как ты любишь веревочки. Все? Ну, тетя, 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 тетя. Вот, держись за нее. Ну, тетя, тетя. Будешь сегодня с мамой неопределенное время. У мамы в комнате. Ой, мишки. Ай, какие мишки. Целуй, мишка. Целуй, мишку. Ай, какие сладкие мишки. Там на заднем фоне мишки видны. Это мы собираемся. На этой неделе мы в пятницу поедем к моей маме на целую неделю. Вот, собираем сумки, убираемся. Вчера я очень много убрала. Сегодня уже осталось по мелочи в моей комнате только. Вот. Потому что там приедут свекровь сделать кухонку нам. Вот. Вызывать не стали. Да. И ты поедешь к бабе. Да? К бабе поедешь? К любимой бабе? Да. Какие мишки. Да два одинаковых. Да. Будь здоров. Какие сладкие мишки. И собака. Целуй, целуй собаку. Ой, собака какая. Любишь собаку, да? И мишка. И все заканчиваются на К. Собака, мишка. Да? Только один жираф. Да. И танчивается непонятно на что. Ой, какая собака. Чмоки, чмоки ее. Чмоки, чмоки собаку. Да. Ой, собака, скажи какая. Почему-то он ее только переворачивает все время. А как собака гавкает, Дима? На улице вот ты показываешь. Здесь другие какие-то. Да? Гав-гав. Гав-гав, Дима. На улице как только он видит собаку, сразу гав-гав. А здесь другая, да? Здесь игрушечная, она не лает, скажи. А там еще он игрушка у тебя. Давно он уже не сидел в этом манеже. Уже больше двух месяцев не пользуемся. Уже убрали на балкон. Хотела продать сначала. Уже объявление дала. Начали мне писать. А потом в какой-то момент подумала, уже оставлю его на всякий случай. И хочу оставить его на зиму. Выставить также его на балкон. Вот. И зимой, допустим, когда очень холодно. Когда мы не можем выйти на улицу. Чтоб ребенок в нем спал. Вот. Одеть тепло, укутать здесь его можно. Отсюда он не выберется. И он может спокойно сидеть там или спать. Скорее всего спать. Вот. Решила так. Вот так, да? Будешь спать зимой в нем. Мама тебя укутает. Одеяло тебе тут положит. Чего там? Ой, да ты и забыл, что она такая сетчатая, да? Да. Ты забыл. Ух ты, как интересно-то, да? Какие мишки сладкие. Как Дима прямо. Да? Мишки сладкие, как Дима. Как Дима прямо. Ой, целуй-целуй собачку. Тяф-тяф. Гав-гав. Дима, гав-гав собака. Гав-гав. А там кто? Лисенок у тебя. Что-то он тебя не привлекает. Особо. А еще там кто-то у тебя лежит. Вон. Мама тебе много набросала. Ой, какой нос у лисенка, да? Носик такой. А у Димы носик где? Где у Димы носик? А? Дима? Скажи, мама, я не пойму, что это так. А у Димы вот тут носик. Да? Носик есть у Димы? А? А хвостик? От хвостика нет у Димы. А носик есть. Давай, перекладывай их. Перекладывай с одной на другую сторону. Да? Да, да. Да, интересно. Так как? Где? Больше сегодня с мамой сидеть? С мамой будешь сидеть сегодня? Все игрушки выкинули. Все, ничего не надо. Пытается теперь за игрушкой достать. А, здесь соседи, блин. Кто тут язычок свой ловит, а? А Дима уже в комнате? Что там? Там простынка видна. Под простынкой даже что-то видно. Да? Здесь. Вот наконец-то слесари нам все сделали. Я уже помыла полы. Осталось эту тряпку убрать, чтобы подоконник не испортился. А сваркой очень пахнет. И сделали вот черный. Теперь надо покрасить. Зашли все вот это вот туда в стену. Вот она в стену. Потому что соседи внизу отказались трубу проделывать. И с той стороны соседей тоже. И было нужно их согласие. Потому что труба как бы туда идет вниз. И туда сквозна и к ним идет. Вот. Короче вообще все так сложно. Не знаю зачем сделали эти трубы в стене. Чтобы трубы сэкономить что-ли. Вообще ужасно просто. Вот. Вот так это все выглядит. Сказали что можно только вот этот кран перекрывать. Нижний. Верхний нельзя. Ну и само собой батарею можно снять. Вот. Ну уже жарко довольно стало. Да. Чего ты хочешь сказать? Простынку тебе новую мама постелила, да? Та уже грязная стала. Языкчок свой ловишь. Какой язык скользкий, да? Дима уже поспал. Немножко. Вырубился. Ай-яй-яй камеру не трогай. Вырубился. Он там уже в манеже сидел. Еле досидел. У Шурьи спать его положился. Эту смесь ему удала. Он прям со смесью пришел. Почти что вырубился. Она там рядышком отлетела. Лежала. И прям час целый проспал. Даже на спинке. Обычно он попкой кверху спит. А этот прям на спинке вырубился. Да. Поспал. Пришли сегодня рано. Разбудили рано. Обычно мы еще с утра спим в районе обеда. А тут нам пришлось сидеть до обеда. Да. Да. Поругайся. Руками помаши. Помаши руками. Ай-яй-яй скажи. Ай-яй-яй. Да. Что? И игрушки. Все игрушки еще там. Сейчас я буду все это разбирать. Помыла полы уже. Да. 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 Давай руку. Давай руку. Да. Да. У нас уже 4 часа вечера начинает темнеть. Так жалко вообще. Все чистенько. Тут я этим полотенцем закрыла музыкальный центр. Зимин. Ой. Сейчас будем убираться дальше. Готовиться. Да. Готовиться будем. Вот я иду убираться дальше. Тут стоит у меня кстати чемодан. Это у нас неприятная ситуация. Если кто-то часто смотрит наши влоги. Знает, что мы планировали ехать в Сочи. Там такая в Сочи получилась неприятная ситуация. Из-за дождей. И естественно мы не поедем. Сдали все билеты. Вот. И чемодан я запаковала. До следующего раза пусть стоит. Вот здесь я короче убираюсь. У меня тут видите яблоки. Вот здесь тыквы. Вот у меня тут шкафчик. Бутылки я все короче вынимала. Со шкафа я короче сюда положила свои соленья. Потому что на кухне будет делаться ремонт. Вот. Вот. И я все с кухней. Все продукты мы подъедаем. Доедаем. И все убираю сюда. Вот здесь яблоки там. Морковка. Ну это яблоки вот на зиму останутся. Вот. Тут вот чемоданчик там моей силиконовой формочки. Он полностью забит. У меня целая коллекция их там. Очень люблю готовить. И вот я хочу сейчас дальше вот тут все разобрать. И все сложить туда. И убрать вот эти вот банки. Потому что не мешают они. Хотя блин они такие трехлитровые. Вот. А убираемся мы. Почему я еще убираюсь. То что ремонт. И мы с Димулькой на целую неделю уезжаем к маме. Вот. Пока там все. Пока будет делаться ремонт. Мы будем у мамы находиться. Целую неделю. И поэтому я сейчас все убираю. Убираюсь в своей комнате. Здесь будет жить свекр. Ну несколько дней свекровь будет жить. Потом она уедет. Потом снова приедет. И поэтому мне надо все. Любимые вещи свои. Мне нужно спрятать их. Потому что свекровь такой человек. Если ей не нужна эта вещь. Она может ее спокойно выкинуть. Ей как бы пофигу. Моя эта вещь или чья. Поэтому все ценные вещи я прячу. Начиная от кистей. Кистья. Вот. И заканчивая короче остальным. У нас солнышко сегодня. Небо голубое. Вот. Кажется что за окном так тепло-тепло. Но нет. Наверное холодно. Вот. И мы вот убираемся. Так. Ну все. Я убралась тут. Все. Почти-почти ничего не осталось. Вот. Остались вот тут яблоки. На ближайшие пару дней мы их съедим. И вот я все сложила. Здесь вот яблоки на зиму. Тыква это для зимы. Капуста там же. Морковка. Топинамбур. Чеснок по-моему это да. Свекла. Яблоки. И тут черные тоже что ли яблоки. Ну и тут чеснок, яблоки, тыква. Ой. Тыква? Да, тыква точно. Вот. И капуста. Ну вот. Это я хочу тряпочкой вот эту вот накрыть сверху. И сюда тоже подыскать какую-нибудь тряпочку. Тоже все это накрыть. Вот. Может быть еще для капусты может быть подложить снизу газетку. Потому что в случае если потекет, потом эту белую панель вообще не помоешь. Не вымоешь. Ничем не вычистишь. Ну вот. Вот так вот. А еще даже банки вон поместились. Осталась вот последняя банка. Ее может вниз куда. Или можно кстати ее это сверху, чтобы они не лазили. Потому что они могут полезть. Они могут тут безобразие устроить. А когда спросишь. А куда делись продукты. Ой. Типа они так. Они протухли мы их выкинули. Я говорю. Ну как. Могут продукт. Абсолютно там хорошие яблоки могут протухнуть за сутки. Там до неузыноваемости. Ну. Так вот. Вот. Вот поэтому. Я не буду сейчас думать. Потому что это у меня все на зиму. Мне не жалко. Конечно. Пускай они едят. Но блин. Это все нам на зиму. Они же не едят на самом деле. Вот. Вот. Вот так вот. Найс. Ну вот. Смотрите. Все. Убрала я. Что у меня получилось. Нашла я старый пледик. Тепленький. Вот. Тут все закрыла. Там вон банку положила. Тут. Тут вот мешок с газетами. На всякий случай. Ведерки поместились. Банка. Все так аккуратненько. Чистенько. Я по-моему. Когда его только привезли. Я хотела чтобы он был пустым. Но в принципе он мог бы быть пустым. Если потому что на этой полке продукты и тут. Если когда вот они к весне съедятся. Здесь будет пусто. Вот. Ну и тут в принципе в коробке там тоже соленья. Они тоже все это съедятся. Вот. А наверху у меня все для сада. Всякие там камушки у меня. Всякие такие причиндалы. Вот. Ну и все. Все это закрываем. Мне еще мама предлагала. Замок тут поставить. Чтоб они его мне не захламили. Но в итоге у меня все завалено. Тут щель. Я щель эту забила. Своим планшетом. Тут она это. Забила этой. Как ее. Тоже. Ну короче для художника. Сумка. Вот. Ну и остается конечно эта сумочка. В ближайшие дни я думаю у нас яблоко съедим. Вот. А это ведро я оставлю. Бутылки вот эти они для цветов. Вот они. Я буду уезжать. Эти штучки надо на 30 минут замочить. Налью водичку. Здесь вот кстати они дырявые. Нужны быть где-то. Вот. Чтобы воздух не проходил. И нашим новым постояльцем. Гибискус. Я поставлю вот эти вот. Две бутылочки. Вот. Не знаю. Мне просто. Не знаю получится у меня среди недели прийти его полить или не получится. Даже пока не знаю. Поэтому решила поставить заливу прям как следует. И вот эти вот поставлю. Чтобы он за неделю не умер. Конечно я знаю то что мы будем не больше недели. Потому что 13 ноября у мужа день рождения. И муж сказал то ли 12 то ли 11. Он нас заберет от мамы. И мы пойдем в магазин готовиться ко дню рождения. Закупать всякие вкусняшки. Вот. Кстати тут окно как будто грязное. А вот здесь такое все четко. Блин. Смотрите какая красота. Вот эти вот листочки. Вот они зелененькие такие. Проходят. Вообще так классно. Вот так вот. Короче готовлю я тут. Поджарочку. Вернее морковку. Поджариваю. Для вермишельки спагетти. Решила я в мультиварке. Потому что ее здесь было очень много. Сейчас уменьшилось. Такая вот у нас вермишелька будет. И по серединке я хочу положить вот эту морковку. И сейчас мы сюда еще вывалим помидорки. Блин. Так классно пахнет вообще. Так. И вот у меня помидорки. Много. Много. О. Еще это пережарим. Мультиварка. Мультиварка у меня чистая. У меня муж ее помыл. У меня никак не доходило. У меня муж в принципе все моет. И плиту. Мультиварку. Мультиварку. И петку. И микроволнов в особенности. И посуду. В совместительстве. Вместе с унитазом ванны и раковины. Вот так вот. Еще мусор выносит. Вот. Так я сейчас ее пережариваю. Тут я поставила по струйку. Чтобы водичка кипела. Сейчас я буду варить вермишельку. Так. Ну вот. Муж уже натер сыр. Я уже тарелочки разложила. Тут уже у нас хлеб лежит. И кстати. Сегодня мы будем тестировать. Сразу соус оба. Где у меня? Вот они. Немножко сейчас цвет поменяется. Это на кухне. Тут острый чили. И тут просто соус. Зеленый и красный. Перчик. Вот. Зелененький. Может уже попробовать. Я хочу чтоб он выбрал. Какой лучше. Вот. Кстати. Я использую вот такой вот силиконовый коврик. фиг прайс еще покупала. Кладем его. Кладем его. Так. силиконовый коврик. Мне кажется на этот стол нужно класть любую поверхность. Пусть с огня. Пусть нет. Такими щипочками я кладу всегда вермишельку. Так. Вот так вот. Бедный. Немножечкий. Короче закручиваю его как гнездышко птичье. и себе. Себе чуть поменьше. Вот так вот раз. Не всегда получаете потому что она такая с этим. не так сделана. Короче. Падает как всегда. Падает как всегда. Вот. Ай-яй-яй-яй. Вот. Ай-яй-яй-яй. Вот. Не получился мне этим делать. Как-то в прошлом году получалось. Сюда. Ну ладно. Будет значит. Какое-то другое. Так. Ладно. Это мы потом доберем. Сейчас. Боюсь что совсем остынет. Все. На них нет места. Так. Сюда мы ставим нашу морковку. Так. Морковку. Здесь я. Майонезом. Плошу. Так я езжу с той стороны. Видно меня? Видно меня немножко. Тут мало что я майонезу положу сверху. Вот. Вот. Вот так нам. И морковь кладём сверху. Сейчас я себе буду класть и кладём сверху. Вообще, если честно, я не люблю, когда сверху ещё что-то на ванне, я люблю сбоку, но спагетти предразумевает такое, скажем так. Тут осталось чуть-чуть, у нас тут на завтра останется. И сверху посыпаем сыром. Я сырую люблю, кстати, очень-очень много. Я его тут через черного. Да, слушайте, его прямо это. Прямо это через чур. Тут у меня есть вот такое блюдце. Конечно, было бы здорово, если бы какая-то соусница, но я буду такое, потому что пока что у меня нету. И мы берём два соуса. И мы нальём зелёненькое. Пахнет вкусно, кстати. Чуть-чуть. Он, в принципе, острый. Его чуть-чуть кладут. Кстати, покупали моего светофоры по 20 рублей за штуку. И тут второй. А как дальше он будет тестировать, вы увидите в обзоре продуктов из светофора. Вот так вот. В принципе, на сегодня это всё. С вами был канал Artmania. И я, Атапин Наталья. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока.